Приветствую вас! И вопрос, который вы задаете, является достаточно деликатным, отвечать на который мне придется очень большой осторожностью, потому что здесь легко навредить вам, легко навредить вашему другу, если это вы говорите про себя, про друга. Соответственно, если речь идет о некоторых людях вообще, то, соответственно, чтобы вы избегали давать неверные советы, вредные советы, потому что это будет уже моя ответственность. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Люди очень часто на основании дружеских отношений переходят в разряд других отношений. Это могут быть отношения бытовые, ну то есть, знаете, совместное проживание в одной квартире двух друзей. Это может быть рабочие отношения, когда один человек по дружбе устраивает другого человека к себе на работу. Это могут быть отношения еще какие бы то ни было, но суть заключается вот в чем. А когда человек, имея дружеские отношения, начинает взаимодействовать с другим человеком, также имеющим дружеские отношения с ним в иных сферах, происходит невольное наложение дружеских отношений на другие сферы. То есть, это ожидание определенной поблажки в сфере деятельности, это ожидание определенного понимания в сфере деятельности, и это трудность решения вопросов в профессиональной деятельности по причине опасения от того, что это может повлиять на дружеские отношения. И таким образом получается, что очень редко, когда дружеские отношения могут стать лучше, если их перевести в иную плоскость. Потому что в процессе осуществления трудовых отношений придется решать проблемы и находиться в подчинении друг другу. В процессе осуществления не только трудовой, но и любой другой деятельности придется решать вопросы, которые находятся в совершенно ином измерении, чем дружба. И люди, в отличие от дружбы, будут находиться друг от друга в некоторой зависимости, в некотором подчинении. А каждому из них будет совершенно понятно, что от действий другого зависит он сам. Дружба – это независимое положение двух людей. Дружба – это когда два человека свободным волеизъявлением готовы взаимодействовать друг с другом, поддерживать общие интересы и, если что, друг другу помогать, но при этом их не связывает ничего общее в контексте материальной или профессиональной зависимости. Если же такая зависимость наступает, то очень высокая вероятность того, что это повлияет на дружбу. Почему? Потому что на работе и в других сферах деятельности приходится часто принимать решения, которые могут не понравиться, которые могут вызывать неприязнь и так далее. И в этом случае лишь вопрос времени, когда это начнет влиять на дружеские отношения. И это очень здорово, если люди могут разделять дружбу и профессиональные отношения. Но, к сожалению, знаете, вот, если брать просто, вот, как бы, абстрактные категории, да, то от перевода дружеских отношений в сферу профессиональных дружеские отношения лучше не станут, потому что, ну, никак. Так, это их не укрепит дружеские отношения. А вот стать хуже, они очень даже сильно могут стать хуже. Потому что на работе будут, могут быть разногласия, на работе могут быть какие-то обиды, какое-то непонимание, чего-то еще. Нормально для людей, которые не знают друг друга. И ненормально, я бы даже сказал, аномально для людей, которые как раз-таки друг друга знают. И это будет накладывать отпечаток на трудовую деятельность. То есть, возможно, вы друг другу не сможете что-то сказать по работе, именно из-за того, что вы находитесь в отношениях к дружбе. Возможно, наоборот, что работа у вас будет на первом месте, но дружить вы уже не сможете. Я приведу вам такой пример, когда два друга стали жить в одной жилплощади, в одной квартире. И, вы знаете, быт, быт сделал этих людей, казалось бы, ближе друг к другу. Но, при этом, при том, что быт сделал этих людей ближе друг к другу, они перестали чувствовать себя друзьями. Да, они теперь соседи, да, они теперь что-то вроде родственников друг для друга, но они больше не друзья. Вот именно так повлияло на их дружбу, а совместное проживание. Поэтому измениться отношения между людьми могут только лечься в негативную сторону. Да, и дружба-то, основанная на доверии, может быть подорвана именно в этом самом доверии, потому что вы теперь находитесь друг у друга в подчинении. Вот и все. Пожалуй, именно так можно ответить на ваш вопрос. И решением данной проблемы, решением проблемы возможного ухудшения отношений выступает только строгое разделение профессиональных отношений и дружеских. Профессиональные отношения лучше всего привязывать к документально закрепленным правам и обязанностям человека. То есть вы просто выполняете свои обязанности по трудовому регламенту и не более того. Дружеские отношения вам можно проявлять только в том случае, тогда, когда вы не находитесь на работе, или когда у вас свободное время. Но все равно будут определенные изменения. Все равно вы будете чувствовать, что вот это вроде бы тот самый человек, которого вы знаете уже очень давно и с которым вы дружите, но теперь этот человек пристает вам в некотором совершенно другом виде, в некотором совершенно другом образе. И этот образ заставит вас менять к нему отношения. Все-таки. Может быть, вы будете чуть-чуть осторожны с ним. Может быть, напротив, у вас получится так построить отношения, что вы идеально будете выполнять как бы свои обязанности, но при этом то, что будет у вас всегда, это возможность разногласия. Если раньше разногласия между вами решались только в контексте дружеских отношений и не было прямой зависимости вас, например, от другого человека, то теперь, поскольку вы зависимы напрямую от другого человека, возможные разногласия и проблемы будут приобретать совершенно другое значение для вас. И как вы отреагируете на это значение, неизвестно. Но совершенно точно, что на пользу дружбе это не пойдет. Поэтому, суммируя все, что я сказал, можно сделать такой вывод, несложный вывод, что возможности не стоит менять, не стоит, точнее, вмешать, смешивать дружеские отношения и отношения профессиональные. Также стоит понимать, что профессиональные отношения, силу их большего значения, потому что, ну, вы же работаете, вы же таким образом обеспечиваете себе заработок, так вот, профессиональные отношения выйдут на передний план. А как друзья, вам общаться занять более, ну, менее легко, более тяжело. То есть вы сами, вот, как бы, как, ну, скажем, как субъект, через какое-то время будете намечать, что вам неплохо с этим человеком работать. У вас, благодаря дружбе, хорошо налажено общение. Вы хорошо понимаете друг друга. Но вот дружить, то есть делиться всем, как вы делились раньше, вам уже не так легко. Потому что этот человек, ваш начальник, например, или ваш подчиненный. И неизвестно, как он отреагирует на ваши слова. А может быть, это скажется на его профессиональном отношении к вам. А может быть, он как-то поступит с учетом того, что вы сказали ему как друг. Понимаете? И мы все люди. И очень большая вероятность, что человек не сможет, а точнее, даже не заметит того, как дружеское начнет перетекать в профессиональное. А поскольку профессиональное более устойчиво, потому что устойчиво по премьерсу, то второе, то есть профессиональное, деловое, может легко начать затмевать дружеское. И вы получите, да, хорошего начальника, вы получите понимающего начальника, или хорошего подчиненного, понимающего подчиненного. Но нельзя руководить человеком, и при этом с ним дружить. У дружбы в таком случае есть определенный экран. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...